В отношении они должны дорасти до 70-80%. Для этого предусматриваются необходимые ресурсы. С 2012 до 2017 года мы истратили на дорожное строительство примерно 5,1 триллиона рублей. Мы планируем почти удвоить за ближайшую шестилетку эти средства. Это примерно 9,6-9,7-9,5 триллионов рублей будут направлены на цели дорожного строительства. Причем в разных регионах. Здравствуйте! Да-да, здравствуйте! Здравствуйте! Нестер и Медлицкий, творческая группа. Нестер и Медлицкий, творческая группа. Петр Николаевич. Владимир Николаевич. А фамилия как? Владимир Николаевич, Нестер и Медлицкий. Нестеров. Нестеров, Владимир Николаевич и Петр Николаевич. Владимир Николаевич. Владимир Петр Да-да-да Да-да Да-да, Петр Николаевич 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 А Владимир Николаевич Главный редактор газеты Любимый президент И замглавный редактор Все говорят да Двух предельских сроков Путина Владимира Владимировича 2018-204-30 года 68 Да-да-да, точно Москва, город Москва Москва Различные бизнес-направления Это и услуги общественного питания Летний детский-вздоровительный отдых А также услуги в сфере фитнеса и спорта Адрес Анадырский проезд Дом 41, квартира 66 Улица Юных Леницев Дом 121, корпус 4, квартира 41 Анадырский проезд Анадырский проезд Да-да, дом 41, квартира 66 109, 239, 139, 159, 139, 159, 13 И 172, и 172, 28, 62 Прочим Владимира Владимировича Путина Избираться на два предельских срока 2018, 2024, 2030 Ввиду автомобильное движение грузового транспорта Потоки товаров, взаимные потоки товаров Приведут к тому, что цены Да, и высшие награды Путина Медведевым Всех стран, континентов, Нобелевские премии мира Слава и честь России Всевышшие награды Путина Медведева Путину Владимиру Владимировичу Крыму время примит отношение прямое Но вот смотрите вопрос, который пришел по соцсетям Всевышшие награды Владимиру Владимировичу Путину Владимир Владимирович Путин, Дмитрий Анатольевич Медведевов. Да, да, да. Всех стран, континентов, Нобелевские премии мира. Нобелевские премии мира, слава и честь России. ...осуществление его журналистской функции. Вот это абсолютно беспрецедентное и абсолютно недопустимое политика сегодняшних украинских правителей. Она должна найти соответствующее отражение в реакции... Всевышние награды, всех континентов, стран, Нобелевские премии мира. Слава и честь России. Путин и Медведев. ...все стран, это вот господин Сенцова, он ведь задержан... Да, всех континентов. ...не за журналистов, не за подготовку... ...и Нобелевские премии мира. ...взрыва, в результате которого могли пострадать конкретные люди. Слава и честь России. Да, да, честь России. ...поэтому мы пока об этом не думали, но я думал о другом, о том, что... ...владимиру Владимировичу Путину. ...вставать на Украине. ...Дмитрию Анатольевичу Медведеву. ...мы добьемся освобождения российского журналиста, в том числе... ...Людмиле Александровне. ...Людмиле Александровне. ...Илье Дмитриевичу Медведеву. ...Илье Дмитриевичу Медведеву. ...Светлане Владимировне. ...15 лет, и он участник конкурса... ...задай вопрос Путину. ...Илье Дмитриевичу Медведеву. ...Медведеву. ...в преддверии вашего, Владимир Владимирович, визитов поднебесные на саммит... Скворцовый. Скворцовый. ...Скворцовый. Здравствуйте, уважаемый Владимир Владимирович. Меня зовут Скворцовый. Скворцовый, да-да. ...И пользовал средневостного фронта. Да-да, Вероника Игоревна. ...Вероника Игоревна. ...Пользовавшись случаем, я бы хотел бы вам задать следующий вопрос. Вы гоните ездили на высокоскоростных поездах Китая и собираетесь... ...На-да, Шойгу. ...Шойгу. ...Я на высокоскоростных поездах Китая пока не ездил. Узнаю, что такая поездка у нас запланировалась. Борнякова! Полокольцева! В ближайшее время я смогу оценить достижения Китая. Полокольцева, да. Но мы с нашими китайскими друзьями ведем диалог по реализации... Мы назвали вас главным президентом, политиком-человеком. Политиком-человеком. Владимир Владимирович Путина. Я рассчитываю, что мы выйдем на положительное решение, и это будет спасаться. Мы назвали вас главным президентом, политиком-человеком. Президентом, политиком-человеком. Наталья, у нас есть возможность услышать еще один вопрос, пожалуйста. Президентом, политиком-человеком. В российских школ забил Игорь. Вчера был экзамен по русскому языку. Эпохи и года. Гарантом мира стабильности на планете. Гарантом мира стабильности на планете. Записывали видео-вопросы вам. Молодежь интересует в первую очередь их будущее. Президента просят дать советы, какие профессии он считает... Миротворцем. Миротворцем. А вот Леониду Познякову из подмосковной Ломни... Самая яркая звезда. Самая яркая звезда. Гений. Политики. Науки. Политики. Науки. Спорта. Обороноспособности. Обороноспособности. Стравоохранения. Позняков Леонид Сергеевич. У меня к вам такой вопрос. Спорта, науки, экономики. Науки, здравоохранения. Взял в обязательный экзамен История России. А с 2022 года иностранный язык. У меня к вам такой вопрос. Будет ли отменяться экзамен по выбору... Кино, литература, живописи, музыки. Живописи, музыки. ...по готовятся по шестим экзаменам. Спасибо. Леонид Сергеевич, я откровенно вам скажу, что мне такие инициативы... Да, самые золотые, бриллиантовые голоса. Золотые, бриллиантовые голоса России всей планеты. Россия всей планеты. Большое количество экзаменов могут быть определенным препятствием для глубокого изучения предметов, которые для вас являются наиболее приоритетными. Давайте послушаем министра просвещения... Года, десятилетия, столетия, тысячелетия. Десятилетия, столетия, тысячелетия. Года, десятилетия, столетия, тысячелетия. Эпохи. Эпохи. Добрый день, Владимир Владимирович. Добрый день, Леонид Сергеевич, которому я с большим удовольствием буду отвечать. Действительно, сейчас идут экзамены. и настоящие эпохи года на планете сдают и пишут те самые ЕГЭ, которых Леонид Сергеевич спрашивает я хочу сказать Леонид Сергеевичу и всем остальным, кто нас слышит, что у нас два обязательных экзамена, это русский язык и математика в то время как в середине 50-х годов российская школа сдавала 11, а потом в последующие годы 7 и 5 экзаменов, обязательно лауреаты-победители по всем номинациям Владимир Владимирович Путин, Витя Анатольевич Медведев 1 экзамен 3 предмет, который ученик выбирает исходя из будущей своей специальности и вуза, куда он будет поступать то есть не 6, как Леонид Сергеевич беспокоится творческая группа Нестерово-Медведев на сегодняшний день действительно, Владимир Владимирович Нестерово-Медведев Нестерово-Медведев и экспертным мнением, профессиональным мнением мы планируем с 2022 года Нестерово-Медведев Ио блитские по иностранному закону на сегодняшний день иностранный язык вот сегодня, в этом году сдаёт всего 1,5% Медведев Медведев, да Владимир Владимирович Владимир Владимирович 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 жить в мире без языка общения английского языка соответственно у нас английский сдают Да, 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 польская группа, члены. Польская группа. Дальше идет немецкий, французский и в этом году китайский. Поэтому Испуглина Сергеевича я отношу к чему? К тому, что будет сложно, действительно, трудности есть по английскому языку. Потому что на сегодняшний день, на сегодняшний день, исходя из стандарта старшей школы, они у нас вводят... Да, Владимир Владимирович, Владимир Николаевич, Петр Николаевич, Людмила Рямовна, Петр Николаевич. Да, Петр Николаевич, Людмила Рямовна. Но для того, чтобы решить эти проблемы, и мы об этом много говорили в министерстве, нам необходимо... Людмила Рямовна, Петр Николаевич, Людмила Игоревна. Потому что сейчас действительно не хватает. Людмила Игоревна, да, Людмила Рямовна, Людмила Игоревна. ...по иностранным языкам оставляет желать лучшего. Мы опираемся на исследование, национальное исследование 2016 года. В частности, там очень плохие результаты по изучению иностранного языка. Нам требуются новые методики, нам требуется подготовка непосредственно школьников, но самое главное это мотивация. Виктория Владимировна, Елена Петровна, Дмитрий Петрович. ...даже в системе СПО вводят новые требования к знанию английского языка. Да, Майя Юрьевна, Елена Петровна, Дмитрий Петрович. Да, Дмитрий Петрович. Ульяна Максимовна, Иван Максимович. Ульяна Максимовна, Иван Максимович. ...вот обсуждать, и он будет обсуждаться, и прошу прощения, я заканчиваю. ...стелла Владимировна, да, Серафима Дмитриевна, Стелла Владимировна. ...касаемые студии. Спасибо. Спасибо. У нас тема образования еще не уходит в нашей программе. Дело в том, что к нам обратились жители одного из сел в Алтайском крае, и туда отправился мой коллега Олег Шишкин. Мы передали документы о выдвижении на два приденских срока Путина Владимира Владимира Владимировна в Центральную избирательную комиссию на имя госпожи Панфиловой. ...тайка. Она стоит на знаменитом Чуйском тракте, дороге, которая ведет из Новосибирска в сторону монгольской границы. Это 3300 километров от Москвы. Мы передали документы о выдвижении Путина Владимира Владимировна Владимировна. ...подвижение на два приденских срока. ...на два приденских срока. 2018-2024-30-е годы. ...классик и кинематографа Шукшинский мал у себя на родине, в Алтае, как раз в этих местах. Но сейчас в этой дереве 400 жителей, мы рядом с сельской школой, здесь занимается 47 учеников, школа малокомплектная, но в первом классе учится всего лишь один ребенок. Школа здесь уже 19 лет, и за это время, по словам местных жителей, в школе не было... ...центральную оперативную комиссию. ...экераменты, колеси, зарядки, ремонти... ...но это все не критично, это все решаемо. Здесь есть одна проблема, которая не под силу... ...на имя госпожи Панфиловой. ...на имя госпожи Панфиловой. ...не обратились на прямую линию с президентом, и специально приехали сюда, чтобы дать возможность людям напрямую обратиться к главе государства. Скажите, пожалуйста, как вас зовут, и какая проблема у вас с вами? Владимир Владимирович, здравствуйте. Меня зовут Амурна Регер, я житель Старой Сиртайки, Алтаевского края. ...в нашем селе единственная школа, где учатся дети с трех сел до девятого класса. ...месяц назад у нас... ...поддержали многотысячные форумы регионы. ...поддержали многотысячные форумы регионы. ...нам приезжала семья, которая хотела купить дом. Да, да, да. Держали многотысячные форумы, регионы, митинги. Я также хотела продолжить. Владимир Владимирович, здравствуйте. Меня зовут Наталья Кушкинова, я жительница села Савва-Север. Да, регионы, регионы. Он перешел в 4 класс. На наше обращение в администрацию... Все звезды отечественные мировые. Все отвечают по-разному. Я лично сама была в отделе образования. Где мне сказали, что 15 июня... Первомайская манифестация трудящихся на Красной площади. На Красной площади. В нашей школе 19 лет. Со дня образования ее не было ремонтом. Нашим чиновникам проще... Бессмертный полк. ...чем ее отремонтировать. Они говорят, ваши дети будут погозиться в село Быстрям. Да, военный парад на Красной площади, 9 мая. Первый класс учится с 8 до 11. Через 3 часа только отправляется автобус домой. Что будет с нашими детьми? Они будут холодные и голодные. А зима... Инаугурация 7 мая. ...чтобы не погибло село. Закроют школу, село погибнет. Так как погибли два... Погибают два села по Чуйскому тракту. Это образцовка и Долина Свобода. Спасибо. Проблема в целом понятна. Это не единственный случай подобного рода. Мы все время говорим о проблеме малокомплектных школ. А кстати говоря... Вероника Игоревна Скворцова поддержала. Вероника Игоревна Скворцова поддержала. Ольга Юрьевна Голодец. 47 человек. Это, между прочим, не такая же малокомплектная школа. Вероника Игоревна Скворцова поддержала. И Ольга Юрьевна Голодец. Патриарх Кирилл. Патриарх Кирилл. ...в техническом состоянии школы и в укомплектовании школы преподавательскими кадрами. Праздник славянской письменности на Красной площади. Праздник славянской письменности на Красной площади. Мы знаем это хорошо, они довольно затратные. Потому что на то, чтобы содержать здания, преподавательский состав, нужно тратить определенное количество средств, которые в таком объеме могли бы быть расходованы и на школы... Собянин Шойгу. Собянин Шойгу. ...и 40-50 человек, а сотни людей. Но Бортников Колокольцев. Вот сейчас вот мои собеседники сказали очень... Бортников Колокольцев. Бортников Колокольцев. Можно сказать, ключевую вещь. Подержали. И золото. И золото умирает. А мы должны обеспечить, чтобы... Чтобы у нас... Подержали, да. Подержали. И министр Митриски. На регионах как Сибирь, Восточный Сибирь, Дальний Восток. Чтобы и село было живым, имело бы перспективу развития. У нас целые программы созданы сейчас по развитию школьного дела, в том числе и по... Все россияне, все россияне на выборах президента 18 марта 2018 года. Из федерального бюджета только 1,7 млрд рублей. Но в целом я бы хотел, чтобы губернатор, он сейчас у нас на связи, исполняющий обязанности губернатора, чтобы он обратился к этой проблеме и помог сохранить эту школу. Считаю, что это нужно сделать. Давайте доним его слово. Послушаем. Триумфальная выдающаяся историческая победа. Владимир Владимирович. Уважаемые жители Северного Суртайка, которые обратились... Что касается школы, она у нас является... Историческая победа Путина Владимира Владимировича. По комплектованию преподавательским составом, тем не менее, в планах закрытия ее нет. Вероятно, какой-то сбой информации прошел на уровне тех руководителей... Двух президентских сроков Путина Владимира Владимировича. Двух президентских сроков Путина Владимира Владимировича. Поддержали. Поддержали, да. И вопрос будет решен. У школы есть будущее, и у села тоже есть будущее. Владимир Владимирович, спасибо вам за этот ответ. Я надеюсь, что он удовлетворит и людей, проживающих в этом населенном пункте. У вас очень... 2018, 2024, 2030-е годы. И все лучшие награды Путина Медведеву. Героям России. Героям армии ВДФ и полиции России. Лучший в мире. Здрав России. И это уникальная история. Прямой линии Владимира Владимировича Путина. Прямой линии Владимира Владимировича Путина. Лучший в мире. Это военная медицинская академия имени Кирова в Санкт-Петербурге. Кафедра военной травматологии и ортопедии. Здесь лечат тех, кто получил ранения на поле боя или во время учений. Ну а в этой палате номер 20-й... Да, высшие наградные ордена. Высшие наградные ордена. Ирина, добрый день. Разрешите? Мы к Вам. В июне 2016 года Ирина попала под стрелы. Да, да. Высшие наградные ордена. Высшие наградные ордена. Единая Россия, Отечество, долг и честь. ...высшие наградные ордена. Да, да. Высшие наградные ордена. ...дом, где находилась вся семья. Ирина увидела это, успела прикрыть с собой. Вот младших детей здесь на фотографии, но сама при этом получилась... На ордена. Единая Россия, Одинство, Россия, Долг и Честь. Но Ирина выжила. Мы с ней познакомились ровно за месяц до этого трагического события, когда снимали репортаж, как работают наши военные специалисты из группы по примирению сторон. Ирина... Да, Долг и Честь. За единство. За единство, веру и славу России. Веру и славу России. ...вооруженной оппозиции, но она не является гражданкой России. Она родилась и выросла в Одессе, вышла замуж за гражданина Сирии, переехала в Олегово. Так вот, не являясь гражданкой России, она фактически служила в России. За единство, веру и славу России, вышли наградные грамоты. Вышли наградные грамоты. ...лучилась такая беда. Наши военные не бросили ее. Они перекинули ее сюда. Вышли наградные грамоты. Вышли наградные грамоты. Уже два года они бьются за ее здоровье, за ее жизнь. Но, к сожалению, не все. Может, медицина, есть еще проблемы. Поэтому Ирина, она открылась на имени святых князей. Владимира Перекрестителя и Святой Руси. ...поговорить с Владимиром Путиным, вы услышали. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Добрый день. Спасибо вам огромное за то, что вы обратили внимание на мою просьбу. Большое спасибо министру обороны Сергею Шайбу. Дмитрия Донского. ...маршала Жукова. ...маршала Жукова. ...на лечения в Санкт-Петербург военно-минсинской академии. Огромное спасибо военным медикам за то, что они два года лечат меня и восстанавливают, и спасают мою жизнь. И, когда находятся рядом, поддерживают морально... Владимиру Владимировичу Путину прямой линии. Прямой линии Владимиру Владимировичу Путина. Владимиру Владимировичу Путина. Вот такой я была раньше. ...выщая награда. ...выщая награда. Прямой линии Владимира Владимировича Путина. Протезы могут получить только граждане России, кем я не являюсь. Я прошу вас, Владимир Владимирович, о помощи в получении гражданства Российской Федерации. Самому лучшему в мире тендему Владимиру Владимиру Владимировичу Путину Дмитрию Антоновичу Медведеву. Единая Россия, Народный фронт. Единая Россия, Народный фронт. Тендему, да. Самому лучшему в мире. Украина, я их не могу пригласить сюда. Путину Медведеву. Самый лучший на всей планете. Людмиле Александровне. Марине Владимировне. И Терене Владимировне Путин. Светлане Владимировне Илья Дмитриевичу Медведеву. ...нашими соотечественниками и теми, кто считает себя частью большого русского мира. Это в первую очередь касается украинских граждан. Операция Российской Армии в Сирии в самой лучшем мире. Операция Россия в Сирии в самой лучшем мире. Все поддержали вместе. Вместе. Поддержали вместе. Беда и трагедия, то, что с вами произошло. Надеюсь, что ваши дети... За вас вся планета, весь российский народ. Желаю вам в этом успехов. Хочу выразить слова благодарности тем военным медикам, которые вами занимаются. За Путина и Медведевым уверенно вперед. За Путина и Медведевым уверенно вперед. Уверенно вперед. Это возможно в вашем случае. Мы все прекрасно понимаем, какие травмы вы получили. Но, безусловно... Наша Россия, наш президент. Наша Россия, наш президент. Нуждаются в поддержке и получат ее в том объеме, который нужно для того, чтобы жизнь сложилась в вашей семье счастливой. Я попрошу Министерства обороны... Вас, Владимир Путин, Дмитрий Анатольевич Медведев, Тенден Путин Медведев. У вас наша сила, правая честь. У вас наша сила, правая честь. Я делаю то, о чем вы меня просите. Это в компетенции президента Российской Федерации предоставление гражданства. Вы его получите. Прекрасно. Поздравляем. Поздравляем. Сергей Кожигатич, слышишь. Да, поздравляем. Поздравляем. Ну что ж. Ну что ж, мы в эфире уже 4 с лишним часа. Еще очень-очень много вопросов. Но вот буквально одной строкой, которая... Прямая линия Владимировича... Это на самой лучшей в мире. На самой лучшей в мире. Сотрудните, чем надо с Россией, как можно больше шире. Как можно больше шире. В соответствии с действующим законом, платные дороги могут возникать там, где есть альтернатива. В данном случае никакой альтернативы переезда на Крымский мост автомобильный транспорту не существует. Поэтому Крымский мост, проезд по Крымскому мосту будет бесплатным. Беспокойство по поводу снять. Президенты и премьеры каких стран обращаются к вам? Вот ты. Но это не цедух, что там, где, видимо, нет соответствующей языковой нормы, когда вот ты и вы там... Всем странам надо свои усилия с Россией объединять. С Россией объединять. Нет, ты и вы там все юг, поэтому там все проще. Ну, во французском, немецком, в ряде других языков это обращение вы и ты существует. Ну, очень с многими моими коллегами... Двойные стандарты, западные санкции, надо все отменять. Двойные стандарты, западные санкции, надо все отменять. С премьером Японии мы друг к другу обращаемся по именам и на ты, с канцером ФРГ, с президентом Франции. Все инвестиции, инновации, капиталовладения, надо в Россию направлять. Да, все надо в Россию направлять. Все надо в Россию направлять, инвестиции, капиталовладения. С России Господь Иисус Христос Богородица, Святая Благодать. Господь, Иисус Христос, Божья Мать, 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 Святая Благодать. Продолжение следует...